Дремьёллок, детишки! Я уже давно наблюдаю обсуждение моей конфигурации Skyrim'а, да обсуждались в итоге до того, что у меня какая-то собственная вручную настроенная сборка на обновлённом движке Special Edition. Давайте я наконец развею туман неизвестности над этим явлением. Начну, пожалуй, с того, что это вовсе не моя ручная сборка. Ну то есть, да, донастраивал я её вручную, но это действие на уровне внутриигровых настроек, модификаций и мелких файловых манипуляций, то есть вы и сами при желании сможете это сделать. Сборку я взял уже готовую, ну а сверху на эту сборку я навалил немало модификаций в эту сборку не входивших. На данный момент у меня подключено 125 модов. Так как автор той самой сборки не мог гарантировать, что такая махина будет работать без сбоев или будет работать вообще, то я методом проб и ошибок довольно долгое время выявлял конфликтные плагины и вот теперь я могу сказать, что я добился более или менее стабильной игры. То есть проблемы в теории могут появиться, но тут уже никто не может гарантировать стабильности. Но у меня тем не менее проблем особых нет. И при том нужно сказать, что машина у меня не слишком-то сильная и уж точно не топовая. Но не исключено, что например на более слабых конфигурациях могут быть проблемы с производительностью. Тогда уж сами решайте как ее увеличить. А я таки наконец приступлю к обзору. Итак, во-первых, это вовсе не Special Edition. Это оригинальный Skyrim легендарной версии. Некоторые спросят, а почему же там настолько насыщенная графика, шикарная объемная текстура и прочие пироги. А это детишки полностью заслуга автора сборки. Сборка эта называется SLMPGR. Это не просто какая-то там сборка. Это, пожалуй, лучшая сборка на планете, как бы пафосно это ни звучало. Нет, я, конечно, не пробовал абсолютно все сборки, чтобы такое утверждать, но мне не надо, ведь я уже нашел то, что искал. Практически с самого выхода Skyrim автор вручную перепахивал архивы игры, занимаясь кропотливой модификацией. Итак, в чем же плюсы этой сборки? Первый плюс – это практически идеальная оптимизация. Уж не знаю, как он это сделал, наверное, ему помогала сама Азура, но при всех своих графических наворотах игра идет стабильно даже на совсем не новой моей видеокарте, а это GTX 770. Выдает стабильные 35-40 кадров. Это очень немало, учитывая, что сборка очень красивая и включает в себя готовые пресеты ENB и очень качественные текстуры. Да что уж говорить, в большинстве ситуаций чистый Skyrim Special Edition без наворотов выдает меньше кадров, чем навороченная графикой сборка. И дело даже не только во фреймрейте. Игра за все время использования чистой сборки ни разу не вылетела, не зависла, не было ни единой серьезной просадки FPS. В сборку входит набор модификаций, немаленький такой набор, который понравил автору, и он лично не только нашел и отловил все возможные баги из этих модов, но и ликвидировал конфликты между ними, что тоже положительно сыграло на стабильности. Никогда у меня нагроможденный плагинами Skyrim не шел так ровно, и это достойно похвалы. Второй плюс – сборка очень красивая. Как я уже сказал, в игре текстуры повышенного разрешения. Не эти гнусные текстурпаки, шедшие в нагрузку с оригиналом, а нормальные текстуры. Возможно, где-то на просторах сети есть текстуры и повыше разрешением, предела совершенства нет. Но плюс его текстур не только в высоком разрешении. Дело в том, что автор лично перелопатил каждую долбанную текстурку в игре, сделав лучшей, что я когда-либо видел в Skyrim Parallax Effect. Если кто не знает, это тот эффект, благодаря которому текстуры кажутся более объемными и живыми, скажем так. Серьезно, некоторые из вас именно поэтому путали эту сборку со Special Edition. Нет, детишки, нихрена, это титанический труд автора сборки, который заставил текстуры Sky выглядеть шикарно. Он обработал вручную самолично более 10 тысяч моделей текстур. И это еще не все, он прикрутил к сборке ENB. Если кто не знает, это, скажем так, отдельная программа, расширяющая графические возможности. Вот так выглядит Skyrim без ENB, а вот так с ним. Картинка не только становится красивее, но и сочнее. Эти ENB были специально подобраны и настроены на работу с его параллаксом, то есть все графические навороты здесь гармонируют. Именно поэтому играть с выключенным ENB здесь даже не рекомендуется, ведь без них текстура теряет объем. Я поначалу отключал его, делается это, если что, нажатием сочетания клавиш Shift-F12, чтобы FPS побольше было. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что на количество кадров в секунду на моей далеко не крутой конфигурации ENB не влияет. Так что сам Ситис велел ходить с ним. Что, не нравится такая сочность и яркость? Не проблема, автор приготовил вам несколько пресетов. Хотите серый Скайрим, похожий на оригинал? Пожалуйста. Хотите насыщенный, но все равно серый? Да вот же он. Хотите командора Графониуса? Пожалуйста. Захотелось чернухи и вампирского Нуара? В наличии. Конечно, пресетов не так уж прям, что много, но достаточно на любой вкус и цвет. Если вас и такой не удовлетворит, поздравляю, вы чурбан. Я тоже чурбан, но я решил эту проблему по переменной смене пресетов. Третий плюс. Набор модификаций, который автор включил в свою сборку, вызывает восторг. Да, на мой личный взгляд, далеко не все моды тут уместны. Тот же Фрост Фолл я не люблю. Ну так это не проблема, ведь почти все моды опциональны. Да, бывает так, что они и цепляются друг за друга, но я думаю, автор исправит это со временем. Да и модов таких штуки три я насчитал. Ну так вот, основное большинство модов подобрано авторам со вкусом. Позже я расскажу о них подробнее, пока же просто скажу, что мир Скайрима преображается и становится в разы прекраснее. И погодные условия, и звуковое сопровождение, и прочие нюансы. Конечно, можно сказать, что очень многие используют эти моды в своих сборках разной степени качества, ведь моды-то популярные. Но не забывайте о том, что они еще и протестированы на совместимость. Четвертый плюс. С постоянной техподдержкой техническое удобство. Уже почти семь лет минуло с выхода Скайрима, а автор до сих пор клепает патчи как на сборку, так и на панель управления сборкой. Очень удобная, надо сказать, панель с кучей предустановленных программ, патчеров, хреначеров и прочего. На данный момент сборка уже завершена, так что, иногда скачав ее с Торента, вес, кажется, 22 гигабайта, если память не изменяет. Вот. Вам после этого не придется ее больше перекачивать. Как я уже сказал, иногда выходят правки, но их можно скачать одним нажатием прямо в меню панели, что, согласитесь, очень удобно. Автор сборки человек явно увлекающийся, и его запала энтузиазма хватило бы на семерых. Не каждый может неделю возиться с целью сделать помидор бесшовным. А? Каково? Не каждый разработчик на зарплате станет так возиться. Также в его меню интегрированы опциональные моды и, как я уже говорил, пресеты ENB. Можно даже сменить язык озвучки на оригинальный. Сам же автор, хоть и работает вроде как один, без устали отвечает на вопросы о сборке в его группе, решая технические вопросы, проблемы с проектом, если вдруг таковые возникнут. Вот такие пироги. Что тут по итогу можно сказать? Если бы разработчики современных игр были бы хотя бы в половину такие же, как автор сборки с LMP, то игропром сейчас выглядел бы куда лучше и бодрее. Если ищите хорошую сборку, смело скачивайте SLMP, в него уже включены кучи всяких плагинов и расширите скриптов, интерфейсы, скелеты, тела. Кстати, по умолчанию туда внедрён мод на вид от первого лица. Теперь этот вид у нас будет как Warx Fatalis или как Dark Mesa. Короче, вы поняли. Кстати, не смотрите, что это сборка. Проект собран по всем лекалам Стима, поэтому эта сборка прекрасно ставится на лицензию и работает так же, как работал бы оригинал. То есть статистика, достижения, всё в наличии. Автор продолжает выпускать патчик сборки, так же он потихоньку работает над адаптацией сборки под специальные издания и над аналогичной сборкой для четвёртого Fallout. В общем, расхваливать эту сборку можно долго и по делу, но я, пожалуй, закончу с дифферамбом и вкратце пробегусь по модификациям, которые автор включил в неё, чтобы вам было понятнее, что игра из себя представляет. И да, заранее прошу прощения за моё произношение, я по-английски знаю только Хэнде Хох. Поехали. Думаю, не стоит упоминать, что в сборку уже входят все официальные дополнения «Страж Рассвета», «Дракон Рождён» и «Сердечный Очаг», мать его. Что они из себя представляют, вы также знаете. В сборку включён также неофициальный патч для легендарной версии. Это фанатская разработка, справляющая огромное количество ошибок, найденных за 6 лет существования игры. Очень полезная вещь. Распространяться они нечего. Далее идут два глобальных мода – Фальскар и Змеиный Зуб. Что бы вы ни говорили, а это действительно масштабные и интересные модификации, добавляющие довольно продолжительные приключения на новых обширных землях. Так как земли эти имеют собственную карту на манер Салтсхейма, то для удобства была добавлена модификация по быстрому перемещению из северной провинции, как на сам Салтсхейм, так и в земли Фальскара и Змеиного Зуба. За графическое и атмосферное наполнение отвечают несколько плагинов. Во-первых, это Enchanted Lichtstand FX, сука, извините. Короче, вы видите всё это на своём экране. Так вот, этот плагин преобразует освещение в игре, делая его более мягким и реалистичным, отчего ночная пляска теней в свете факелов становится поистине завораживающей. Однажды поставив модификацию на улучшение освещения, вы уже не сможете от неё отказаться, ведь картинка становится во много раз лучше без потери для производительности на средней силы машинах. Модификация Landscape Improved представляет из себя комплексный мод сборки, составленный из множества других модификаций и доработанный автором. Он исправляет окружающую среду. Где-то уберёт неуместные деревья, где-то добавит, где-то потянет текстурку, где-то ликвидирует коллизию. В города добавятся печные трубы, дымящие днями напролёт, также городские сады будут украшены деревьями. В атаке бабочек теперь будут летать солнечными днями, а по ночам их в отчину массово оккупируют светлячки. Они и раньше были, но было их крайне мало. Все изменения и исправления невозможно перечислить, да и не надо. Просто знайте, что это полезная модификация. Так же, как и модификация Interiors Furniture Fix, представляющая из себя ещё один комплексный мод по исправлению игровых интерьеров. Здесь тоже особо ничего объяснять не надо, просто исправление ошибок внутренних помещений в игре. Climate of Tamriel, ещё один мод, это глобальное изменение климата. Изменяет уже существующие погодные условия, добавляет новые, а также включает в себя множество новых визуальных и звуковых эффектов для погоды. Теперь дожди, снегопады и прочие северные сияния будут выглядеть просто волшебно. И да, в сборку включён ещё и мод Get's Novi, который отвечает за покрытие персонажа снегом в снежную погоду, а то чего они, как обогреватели, всегда чистые. Конечно, есть и иные моды, отвечающие за это, но тем не менее, конкретно этот смотрится в игре гармонично. Так же в наличии мод Wundersoft Weather. Это объединение из трёх модов, добавляющих брызги от капель дождя, падающие звёзды на небосводе и радугу. Три в одном, просто неудобно. Кстати, насчёт звука. За звук отвечает плагин Audio Overhaul, если сокращённо, то AOS. Этот мод капитально ремонтирует всю оригинальную звуковую систему, исправляя ошибки и внося изменения для улучшения атмосферы. В городе теперь действительно будет узнаваться город по голдежу и крикам, а на вольных просторах природа запоёт по-новому. Открою секрет, звук — это одна из важнейших геймплейных составляющих, наравне со светом. Если у тебя хороший звук и свет, то играть становится приятно даже в откровенный шлаг. А здесь очень даже хорошая игра и звук со светом на месте. Это были моды, отвечающие за глобальные геймплейные особенности окружения. Бывалые игроки согласятся с тем, что моды эти очень достойные. Теперь перейдём к менее глобальным геймплейным модам, не относящимся к созданию звуковизуальной атмосферы. Для начала стоит сказать о модах на интерфейс. И первый такой мод — SkyUI, он всем известен. Он делает из гнусного и неудобного консольного или вообще хрен знает какого меню нормальное и удобное. К тому же настраиваемое с разными шрифтами, иконками и индикаторами. Ну и кроме того, позволяет настраивать другие моды, которые, конечно, рассчитаны на подобную настройку. Ну а самое главное — мод меняет систему быстрого меню. Теперь оно снабжено несколькими разделами, которые можно забивать на различные клавиши. Каждый раздел может по умолчанию активировать запомненные вещи или заклинания при его выборе. Крайне удобное и полезное меню. К нему на помощь спешит мод iHood. Он позволяет настраивать индикаторы интерфейса, такие как здоровье, манокомпас и прочее. Время затухания, положение, прозрачность. А главное, он позволяет по нажатию горячей клавиши убрать и показать весь интерфейс. Это просто шикарно. Сделал дела, выключил интерфейс, любуешься красотами. Когда нападает враг, интерфейс автоматически включается. Не пропустите. За ними следует мод IHS Morehood, который при наведении прицела на предмет показывает более подробную информацию. Например, его вес, вашу загруженность после его подбора, его рыночную цену, волшебные свойства и прочее. Тоже полезная вещь. Ну и вдогонку красивый плагин A Matter of Time, добавляющий красивый виджет часов. Он может показывать как лорное время, так и настоящее, причем одновременно. Также фазу лун и время суток, что полезно для вампиров и оборотней. Все эти моды интегрируются друг в друга, преобразуя интерфейс до неузнаваемости. Разве это не шикарно? Конечно шикарно, а главное удобно. Немного особняком от них стоит мод Customizable Camera, который, как понятно из названия, способен настроить камеру как вашей душе угодно. И отдаленность, и положение, причем в разных ситуациях. То есть при крафте, в бою, на марше, везде. Также позволяет настроить горячую клавишу для смены плеча, как в той же Андромеде, не к ночи будет упомянуто. Конечно же, глобальный мод на улучшение анимации под названием Вниз тоже в наличии. Он не только делает доступными стандартные анимации для игрока, но и позволяет добавлять новые модификации с анимациями. У него для этого даже есть утилита-настройщик. И разумеется, в наличии плагин Race Menu, который превращает генерацию персонажа в симуляцию салона красоты. Теперь вы можете сварганить любого урода на свой вкус и цвет. Удобное меню, новые возможности, например, по смене роста, татуированию и прочим ништякам. Все это заставит вас провозиться над созданием персонажа еще несколько лишних часов. Население северной провинции Тамриэля также не осталось незатронутым. Мод Impressive Citizens AI Overhaul модифицирует интеллект NPC и их поведение в черте города. Теперь NPC ведут себя как подобает. Ходят, общаются, торгуют, от опасности убегают и прячутся в домах, по вечерам валят в таверну. Серьезно, вечером таверна просто-таки забита посетителями. Также они ходят друг к другу в гости, иногда прогуливаются в окрестностях города. Действительно интересный мод. Кстати, также достоин внимания мод Follower Commentary. Это для тех, кто никогда не путешествует один. Благодаря ему спутник будет гораздо чаще вставлять свои фразочки во время похода. Благодаря настройкам его можно сделать и более молчаливым, а можно и наоборот, триплом знатным. У вас есть колбаски? Нет у меня колбасок. И в прошлые 500 тысяч раз, что ты спросила, тоже не было. Заткнись! Ну, тем не менее, мод очень приятный, чё ж там. Торговая система также будет модифицирована модом Trade and Barter. Теперь цены будут отличаться от города к городу, в зависимости от особенности местности. Можно вдоволь набарыжиться. Товар будет более разнообразный, а у торговцев появится больше золота. Болезно для тех, кто часто торгует. В путешествиях поможет мод Quest Markers, который добавляет квестовые маркеры для поиска камней Барензии, драконьих масок и дневника Джиуба. Давно не доставало мне этого мода. Также автором сборку включен мод Jackson's Map Markers, благодаря которому можно помечать нужных NPC и видеть их на карте. Если часто кого-то теряете, например, жену и детей, что для любителей модов на жены детей неудивительно, вам это пригодится. Вот мне он, например, без надобности. Книгачей оценят мод Book Cover Skyrim, который перелопачивает все обложки книгам и делает их красивыми и приятными глазу. В дополнение к нему мод Always Pickup Books позволит сразу поместить книгу в инвентарь, а не открывать ее сначала. Чтобы сначала ее открыть, нужно будет зажать Shift. Для тех, кто не пользуется криками, как я, например, есть удобный плагин Dragon's Souls Relicuation... Тьфу, собака. Короче, он позволяет по завершению квеста с поиском Рога Юргена пользоваться драконьим камнем на высоком Хродгаре. С его помощью драконьи души можно обменивать на иные полезности. Например, на очки перков, на добавление к здоровью, мане, усталости, скорости, грузоподъемности и прочему. Таксу можно настраивать под себя в меню мода. Очень люблю этот плагин, а то драконов полно, а души девать некуда. Кстати, раз уж речь зашла о душах, вас не смущает, что при наличии разных камней душ в инвентаре, душа врага помещается в первый, какой найдет? Обычно находит она самый крупный. Тратить великие или черные камни душ на каких-то там крыс или крабов, это расточительство. Благодаря плагину AsquistiveSoulGames, господи. В общем, душа благодаря нему будет искать подходящий ей по размеру камень. Полезно для магов и зачарователей. Мод плеер хэтрекинг позволяет нашему персонажу обращать внимание на те или иные события. Ну то есть поворачивать башку. В Моровинде это было, а вот в Skyrim этого нет. Теперь есть. Сразу чувствуешь себя живее, а то прям как терминатор ходишь. Хотя даже терминатор башкой вертел. Благодаря моду Leveled Enemy, схватки с противниками перестанут быть легкими даже на высоких уровнях. Это вообще одна из важнейших проблем Skyrim, когда игра становится слишком легкой. Теперь враги будут подстраиваться под уровень игрока более тщательно. Плагин Unique Border Gates преобразует пограничные заставы, делая их такими, какими они по идее и должны быть. Например, врата, ведущие в Моровинд, сделаны в данмерском стиле, а в Сиродил, в Имперском, ну и так далее. Не то чтобы там кто-то часто бывал, но согласитесь, видеть глупый столбик или калитку на границе мира не так интересно, как целую заставу с охраной. В конце концов, кто же нас поймал при пресечении границы по сюжету, если границы никто не охраняет. Модификация Change Follower Outfits позволит легко сменить экипировку напарника. Ну, так гласит описание. Никогда я не пользовался, вместо нее я предпочитаю другие, более емкие модификации на напарников. Ну, может быть вам понравится. Кстати, вас не смущало то, что моря волнуется, а лодки при этом не качаются? Теперь плагин Realistic Boat Bobbing исправляет это недоразумение. А благодаря моду Dual Shift Redux, как бы он там правильно ни звучал, два клинка наконец-то получат полноценный ножн и будут красиво смотреться на персонажа. Щит при этом теперь будет висеть на спине. В комплекте с модом идет патчер для избежания багов с этим модом. Мод этот, кстати, хорошо смотрится в паре с другим модом Dual Wild Pairing, который позволяет парировать атаки двумя клинками. Последний понравится тем, кто использует боевой стиль Жаркай. Но это для воинов. Для магов тоже есть подгон. Мод Burn Freeze Shock Effects. Любопытный мод, дополняющий систему стихийных повреждений. Вот, к примеру, если вы убили врага стихийным заклинанием, в оригинале он просто умирает без эффектов. С модом же все становится логичнее. Убили электричество, труп поверхностно обугливается, его потряхит какое-то время, от него валит дым. Сожгли огненным заклинанием? Пожалуйста, тело врага поджарено до хрустящей корочки и также окутано смоком. Закидали болтами льда, тогда и враг покроется инеем, а местами даже льдом, который будет красиво таять. Отравили противника ядом, значит кожа его будет мертвенно-бледная. Все как положено. Мелочь, но как приятно. Особенно для мага. Кстати, все это распространяется и на труп нашего персонажа, разумеется. В связке с ним хорошо смотрится мод Deadly Spell Impact, преображающий отметины от заклинаний, делающие их более красочными и реалистичными. Далее моды помельче. Мод Coin Purse, или Purse, неважно, позволяет помещать золото в мешочки по две тысячи, пять тысяч и десять тысяч и набрасывать их горой где-то у себя в домашнем хранилище, либо же делать горы из золотых одиночных монеток. Уж не знаю, зачем этот плагин. Если кому-то такое надо, пожалуйста, он тут есть. Лично я его не использую. Мод Blacksmith Chests я тоже не использую. Эта модификация позволяет покупать сундуки около кузнец для хранения материалов. На самом деле мод полезный, дом-то не сразу можно купить, а материалов много и они тяжелые. Но у меня к этому совсем другой подход. А вот плагин Wearable Laternen мне очень нравится. Хотя некоторые предпочитают ему другой мод на факел, но мне больше нравится именно этот. Он добавляет в игру лампу, либо банку со светлячком, которую можно нести в руке или закрепить на поясе. Понажать о горячей клавиши фонарь можно включить и выключить, не занимая руку факелом. Лампу необходимо заправлять маслом, но лично я отключаю эту опцию в меню. Там же, кстати, можно настроить радиосвечение. Удобно и приятно. Мод Enchanted Blood Textures сильно улучшает текстуры крови. Теперь из отрубленных конечностей будут брызгать настоящие кровавые фонтаны, а под порезанным врагом образовывается кровавая лужа. Они и раньше были, но теперь-то они более красочные, а значит и более заметные. А вдобавок ко всему, при ударах по плоти теперь летят брызги крови, которыми легко запачкать как себя, так и врага и даже окружающую среду. Ну и на экране тоже появляются брызги крови, правда я их отключаю, чтобы обзору не мешали. Мод Footprints позволяет персонажам оставлять следы на снегу и песке. Мелочу приятно. Следы, конечно, не аутентичные, но тем не менее, это сильно играет на атмосферу. Мод Helmet Toggle сделает шлемы невидимыми, при том, что перк за полный доспех останется. И сказал бы, что это актуальный плагин, но кому-то может подойти. Еще один не очень актуальный мод, на мой, конечно, взгляд, это Books of Skyrim. Он добавляет книжный магазин в Solitude. В общем-то, у меня и до него не было недостатка в книгах. Из той же серии мод Distractable Bottles, позволяющий бить бутылки при попадании по ним, а стекло переплавлять в нужную фурнитуру. Как по мне, это лишний плагин, но тем не менее, каждый это для себя решит сам. Дальше идет ряд патчей и исправлений. Invis Eye Fix исправит баг с глазами. Cutting Room Floor добавит вырезанные из оригинала персонажи и предметов и квестов. Clothing and Clutter Fixes отремонтирует множество багов с одежды, а Floor и Respawn Fix ликвидируют дублирование растительности. Ну и в конце моды, добавляющие в игру некие предметы. Мод IceHairs, например, добавит немало глаз и дофига причесок, заменив оригинальные на новые красивые. Не совсем предмет, конечно, но тем не менее. Также добавлена прорва причесок с физикой, что меня радует особенно. А то физика частей тела есть, анимация красивая есть, а волосы будто метровым слоем лака покрыты. Да, такой прической можно те самые пограничные ворота бодать. Теперь уже нельзя. Ну да, это все, конечно, в первую очередь для женских персонажей, чего уж скрывать. Ну и парням будет на что посмотреть. Мод HDT Earring добавит набор женских красивых сережек с физикой. Для играющих за женский героинь самое то. Далее идет три маленьких пака на оружие, броню и накидки. Начнем с пака накидок. Он включает в себя мод Face Mask of Skyrim на маске, защищающий от пепельных бурь с Алтсхейма. Winter is Coming, добавляющий меховые плачи и капюшоны. Cloaks of Skyrim, добавляющий обычные плащи, в том числе и персонажам. В общем-то все. Пак брони включает в себя моды Open Helmets, делающие закрытые шлемы открытыми. Left Hand Rings, позволяющие носить кольца и на левой руке. Ritual Armor of Baetia, добавляющий ритуальную броню Баетии, которую можно раздобыть по завершении ее квеста. Core's Inventory, которая добавляет седла для лошадей и возможности их навьючить. И мод на те самые серьги с физикой, которых я уже упомянул. Ну и пока оружие содержит в себе моды Jason Swords, добавляющие целую гору нового оружия. Huntsman, уникальный охотничий лук с оптическим прицелом. Unique Unix, крайне полезный мод, придающий уникальным артефактам именно что? Уникальный вид, а то не гожен выглядеть как барахлус рынка. Lore Weapon Expansion, еще один большой пак лорного оружия. Faction Crossbows, добавляющий арбалеты разных фракций. Красивые и полезные, к слову. Люблю арбалеты. Ну и Skyforge Weapon, он кардинально изменит вид оружия из Небесной Кузницы. Теперь оно красивое и приятное глазу. Хотя, такое же бесполезное по факту. Все. Ну, то есть как все? Все названные ранее плагины включены в сборку по умолчанию. Их можно отключить, игра от этого не сломается. Но есть еще небольшой набор модов, которые изначально присутствуют в отдельных архивах. И игрок может их по желанию установить через меню в панели управления сборки. Давайте и по этому списку тоже пробегусь. Чего уж там. I Need. Добавит потребность есть, пить, спать, сать, срать и трахаться в игру. Ну, про последний я пошутил. Но вот есть, пить и спать теперь действительно необходимы. Иначе характеристики будут падать. И в таком виде вас любая крыса будет нахер посылать. Оно вам надо. Лично я не пользуюсь этим модом, но глупо отрицать, что он хорош. Frostfall. Еще один популярный мод для любителей выживания. Теперь необходимо разбивать лагеря и греться у костров, иначе можно заработать в переохлаждении. Путешествовать в пургу, да еще и ночью теперь будет невозможно. Опять же, я не люблю моды на выживание, но судя по всему, многим он нравится. Тем более в связке с предыдущим. Из той же линейки мод Campfire, который позволит вплотную заняться сборкой собственного походного лагеря. Душевненько так, особенно когда нужно еще и пить, есть и греться. А вот дальше уже мода, на мой взгляд, поинтереснее. Loot and Degradation добавят в систему износа и поломки снаряжения. Часто получаете по железкам? Тупите мечи об чугунные бошки? Ну так будьте готовы к тому, что однажды меч разлетится от удара, а броня отвалится от корпуса, обнажив плоть. Артефакты, кстати, такому не подвержены. Снаряжение изнашивается в том числе и у других персонажей. Более того, теперь у врагов появляются улучшенные версии снаряжения. И действительно, неужели во всем Скайриме только мы умеем затачивать и зачаровывать предметы? Теперь уже не только мы. Но и это еще не все. Теперь NPC могут забирать трофей из поверженных врагов, что отлично работает в связке с модом на улучшение их интеллекта. Понравилась им шапка? Буду теперь носить ее. Мне однажды половина вайтран, включая стражу, ходила в трофейных доспехах. Просто прелесть, а не мод. Если поломка надоест, ее можно отключить. Мод очень гибок в плане настроек. Еще один классный мод – Ординатор. Это глобальная переработка всех перков в игре. Теперь их стало намного больше и играть теперь реально интереснее. Можно по-настоящему отыгрывать вора, войны или мага, или даже торговца. Есть и другой крупный мод на перке, но мне вот почему-то понравился именно этот. Поэтому я рад, что автор включил его в сборку. Детишки, сейчас внимание. Мод ОСА с внедренным модом ОСЭКС. И это отдельный движок в движке, благодаря которому можно устраивать целые анимационные сцены. И первейшая задача этого мода – это именно те самые сцены. Ну, сами понимаете. Конечно, можно заморочиться и впиндюрить туда свои анимации, но, как по мне, это сделано крайне неудобно. Ну вот, как эротический мод, он просто шикарен. И не надо на меня так смотреть, я уже чувствую, как зрители побежали строчить комментарии в стиле «Ай-яй-яй», а потом тут же метнулись качать этот мод. И правильно, лучше мода на красивую любовную анимацию не найти. Да, есть еще Секс-Лаб, и он в этом плане даже более разнообразен, но Секс-Лаб реально сломает вам игру. В нем такое нагромождение скриптов, что практически нереально не заработать багов. Он скорее нацелен на… недолгое время провождения в игре, чем на полноценную игру. Ну, вы понимаете, о чем я. То ли дело ОСА. Красиво, стильно, приятно, удобно и без глюков. А главное на русском. Здесь картину дополнит мод Naked, который вроде как лично автор разработал. В игре по умолчанию модели текстур UMPB, то есть UMP с физикой, но тела одеты в нижнее белье. Зато благодаря моду Naked можно скрафтить коробочку, в которую можно, так сказать, убрать то самое белье и сделать персонажа полностью нагим. Получается, что и блюстители нравственности довольны, и адепты Слаанэш вроде меня в восторге. Также обратите внимание на мод Alternate Start. Надоела эта стартовая 20-минутная поездка в телеге с последующим подземельем. Теперь можно стартовать иначе. На выбор много опций. И завсегдотай таверны, и домовладелицы, и трелл-некроманты, и вампиры, и много чего еще. На главный квест это не повлияет. Вы и все так же девакин. Просто начало иное. Вещь очень полезная для тех, кто уже не первый раз начинает приключения на просторах Скайрима. Ну и по мелочи. Мод Static Load Screens заменит загрузочные экраны на один единственный по вашему выбору. На любителя. В мод Tunic входит набор женской повседневной одежды. Вроде. Не знаю. Но что-то туда входит. Unpaused Game убирает паузу во время пребывания в меню игры. Прямо как в Dark Souls. Ну и мод на позиции Колчана в двух вариациях. Что ж, теперь все. Как вы видите, список этой сборки внушительный. Это по-настоящему потрясающая вещь. Как я уже сказал, это лучшая сборка, что я видел. У нее только один минус. Автор крайне не информативен в описании мелочей в перечисленных модах. Иногда, чтобы понять, что в тот или иной мод со шмотками входит, нужно залезть и смотреть. Ну и в группе его ВКонтакте бардак, как по мне. В остальном, только хорошие эмоции. Как от сборки, так и от ее техобслуживания. Всем фанатам Скайрима, кто до сих пор не утратил к нему интерес, или же наоборот, хочет освежить его, принять во внимание. На этом первая часть моей повести подошла к концу. Сейчас начнем вторую часть Морализонского балета. Иначе вы же никогда не отстанете от меня с вопросами, что за моды я использую. Конечно, с LMP самодостаточно, но тем не менее, я не смыслю игру без ряда иных модов, не вошедших в сборку. Вот о них сейчас и расскажу. Но прежде чем перечислять моды, стоит упомянуть о программе Мод Органайзер. Да, многим по нраву Nexus Mod Manager, но мне больше по вкусу именно Мод Органайзер. Для тех, кто не знает, это очень полезная программа для контроля своих модификаций. Главный плюс ее в том, что моды, установленные через программу, работают из отдельной папки. Если вдруг какой-то мод будет битый, или вы просто захотите его удалить, то при стандартной его установке будет очень тяжело выискивать отдельные файлы в корневой папке. А уж если мод перезаписывает файлы, это вообще труба. А вот Мод Органайзер использует для этого отдельные папки, а поэтому удалять и устанавливать моды можно легко и без опаски. Если есть перезапись, то он покажет, какой мод что перекрывает. Очень удобная вещь. Стоит потратить время и разобраться в ней, чем тратить потом кучу нервов, разбираясь в проблемах игры от засилья модов. Ну и теперь перечислю сами моды. По-быстрому. Начну с мода Вайл Лэнс. Мне очень нравится добивание в Скайриме, но очень не нравится тот факт, что происходят они крайне редко. А я вот хочу, чтобы они были всегда. С этим модом такое возможно. Шанс добивания теперь настраивается прямо в меню, включая обезглавливание. Также опционально различные вариации камеры при добиваниях. Добивания, кстати, работают в обчисле и при дальнем бое. А тыкнуть от такой модификации довольно проблематично. Мод Foser Hot Kiss помогает мне с анимациями. Благодаря несложным манипуляциям применять анимации с любого моду, можно теперь понажать у горячих клавиш. Можно также создавать свои наборы, добавляя их в избранное. Геймплейно оно нигде не применимо, но вот для скриншотов или тех же роликов очень даже полезно. Мод Random ID Animation. Я не буду их по категориям разбивать в этот раз, просто подряд уж извините. Ну так вот, мод Random ID Animation позволяет персонажу и его спутникам рандомно использовать одну из 60 анимаций после движения. А то отчего они все в одной позе. А тут 5 метров прошли, поменяли позу. Еще 5 метров прошли, снова поменяли. Особенно хорошо смотрится на женских персонажах, но анимации можно раздобыть и мужские. В общем-то их можно заменить на любые, какие вам понравилось. Мод Отдайте Меню пригодится для тестирования других модов на предметы. Ни к чему терять время и бежать на поиски очередного сундука или ресурсов для ковки. Благодаря моду можно вызвать меню, выбрать нужный мод со шмотками, включая оригинал, и найти что нужно. Да, мод по факту читерский, но он читерский только тогда, когда вы его для себя таким образом используете. А иногда просто нет желания заморачиваться неинтересным поиском книг для крафта из модов и прочего непотребства. Вот тогда плагины поможут. Мод Amazing World of Bikini. Это как раз тот мод, которому пригодится предыдущий. Это сборник отдельных модов, добавляющих, скажем так, нечто среднее между бикини и доспехами. Вариация хаковирские, двемерские, стальные, пластинчатые, кожаные, железные, волчьи, бонитовые, драконьи. Не всем нравится подобное, но нельзя не отметить мастерство исполнения, согласитесь. Действительно красиво. Собственно, эти доспехи увидели у меня в роликах, причем вариации у доспехов по два, по три. Поэтому, чтобы посмотреть их все, примерить и знать, что тебе подойдет, как раз и понадобится предыдущий мод. А так, да, их можно выковать самому. Мод AFT. Это очень полезный мод на улучшение взаимодействия с напарниками. Из всех модов я выбрал именно этот. Меньше всего багов, больше всего пользы. Можно контролировать инвентарь персонажа, добавлять для него городской, боевой или домашний стиль одежды одновременно, перенастраивать его боевой стиль и перераспределять его атрибуты. В общем-то, тут дофига функций, главное я вам уже назвал. А, нет, не назвал! Главная функция мода в том, что теперь можно брать в напарники кого захочешь. Хоть Балгруфа, хоть самого Императора. Вот без этого мода я уж точно игру не смыслю. Мод All Tamriel Books добавят на просторы Скайрима все книги, которые когда-либо выходили во всех частях серии. Ну, справедливости ради стоит сказать, что не все. Скажем так, книги из Моровинда и Обливиона. Обожаю собирать книжные коллекции, я вообще коллекционер заядлый. Теперь для 36 проповедей Вивика приходится выделять несколько полок. Ну и искать эти книги тоже непросто. Теперь, чтобы собрать их все, понадобится немало времени. Кайф. Мод Auto Consume Potions позволяет автоматически потреблять зелье, когда показатели доходят до заданных порогов. Пороги можно менять в настройках. Это удобнее, чем лезть в инвентарь и пить зелье. Better Magic — это мод на переработку волшебства. Я, как адепт этого самого волшебства, очень ценю такие моды. Этот не только балансирует магию и делает ее более убийственной, с ростом силы персонажа, но и добавляет груду новых заклинаний, интересных и полезных. Мод The Ordinary Woman меняет внешность многих женщин на более человеческую и опрятную, взамен старой и уродской. Что ни говори, по дефолту в Скайриме красивых рож, особенно женских, чуть больше нуля. Данный мод это гнусное недоразумение исправит. В дополнение к нему моды Скайрим, Beautiful Followers, Вайфу и Бьен Вайфс преследуют одну цель — замену гадких и некрасивых рож персонажей на приятные и красивые. Теперь и уродская Утгерт станет прекрасной и куча других персонажей. Можно установить их всех скопом, а можно отдельно выбирать, чью мордашку заменить. Девкам — мод на любителя, но мне понравился. После смерти камера будет еще минуту показывать твой труп, прежде чем начнется загрузка сейва. А то бывает, что тебя красиво бьют, а ты даже не можешь запечатлеть этот момент. Не успеваешь, что обидно. Уже не обидно. Различные анимации я отдельно рассматривать не буду, их я подбирал по своему вкусу. Вы можете сделать то же самое. Но зато отдельно скажу про мод Вниз Пи-Си-И-Эй-2. Заковыристое название, но все же. Это дополнение к моду Вниз, добавляющее возможность применения эксклюзивных анимаций на игрока. Ну то есть вот захотелось вам, скажем, для своей героини сексуальную стойку и походку. Установили вы анимации, ну и чего, теперь каждая старуха будет ходить от бедра и вертеться, словно девка молодая. А вот благодаря этому моду в отдельную папку теперь можно поместить анимации, которые будут применяться исключительно на твоем персонаже. Трудно переоценить этот мод, если ты используешь продвинутую анимацию, тем более что есть аж три пресета. Еще один мод на магию, Forgotten Magic. Он добавляет мало заклинаний, но они отлично дополняют друг друга, сбалансированы и интересны. И мощь их также растет с мощью мага. Причем заклинания эти при использовании растут в уровне, и их можно улучшать. Чистем она вроде той, что в Ричдом Battlemage, если кто играл. Мод Impressive Farmers добавляет целую прорву новых доспехов, как лорных, так и косящих под лорных. Но вот стеклянную варденфельдскую броню из этого мода я обожаю. А вот и еще один мод на магию, Lost Grimoire. И еще куча новых заклинаний. Я думаю, вы догадались, что магию я люблю. Я мог этим обмолвиться пару тысяч раз. Ничего, сейчас я найду что-нибудь и не про магию. А вот Moonlight. Думаю, вы с ним знакомы. Мод кардинально меняет систему оборотничества, при этом имеет очень гибкое меню настройки. Из самого видного, оборотничеством теперь можно заразиться и от других оборотней. Можно наоборот заразить других ликантропией. Оборотни смогут заражать НПС. И причем превращаться теперь можно не только в Вервольфа, но и в Вербера. К тому же теперь каждое полнолуние в обороте не хочешь не хочешь будет обращаться. Разве что на нем не надето кольцо Херсина. Хороший мод, очень подходит для отыгрывающих оборотня. Так, теперь у меня идут социальные моды. Мод Heartfire Multikid позволяет усыновлять аж до шести детей вместо двух. Плюс переселять их в любой дом, в том числе добавленный модами. Главное, чтобы там были детские кровати. Мод Multimarriage это мод на многоженство. Не помню какая это версия, кажется новая. Тогда тут можно иметь аж до пятидесяти жен. Понятия не имею зачем мне столько, но несколько это хорошая идея. Вот. Почувствуйте себя султаном, что называется. Мод My Home is Your Home отличный мод. Позволяет поселить любого спутника, в общем-то, где угодно, назначив любое место его домом. Кроме того, ему можно назначить место работы, отдыха и сна, а в случае чего призвать его в любую точку мира через меню. Если вам одиноко в ваших хоромах и вы хотите выстроить пати, мод явно для вас. Вы там не уснули еще? Осталось совсем немного. Мод New Map Markers добавляет множество новых пометок на карте для быстрого путешествия. Это действительно удобно. Тут тебе и замки правителей городов, и алтари богов в дикой природе, и много чего еще. А мод All Men's Replacer заменяет стандартные робы магов и некромантов на стильные и красивые. Теперь коллегия Винтерхолда будет похожа на коллегию, а не на сборище бомжей, особенно если морды поправить при помощи других модов. А, вот мод Quick Loot. Я не играл в Fallout, но, насколько я понял, эта система пришла именно из четвертого Fallout. Теперь не нужно залазить в контейнер, чтобы узнать, что в нем лежит, и забрать нужное. Достаточно навести прицел и в выпадающем списке колесом выбрать нужное. Очень удобно, по сравнению со стандартной версией. При этом анимация открывания-закрывания контейнеров срабатывает при таком беглом взгляде внутро, что тоже впечатляет. Во, еще один мод на магию. Wild Art of Necromancy. Это, как вы поняли, мод на дополнение системы некромантии. Во-первых, трупы теперь восстают не на несколько минут, а навсегда. Во-вторых, при помощи инструкции с книжкой Некрономикон. Да-да, той самой. Ну, или почти той. В общем, по инструкциям можно добывать новые ингредиенты и улучшать свою нежить. Кто любит отыгрывать черных магов, этот мод буквально создан для вас. Вам понравится. Кстати, я его использую в связке с модом Reanimate FX. Теперь при подъеме нежити существует определенный шанс на то, что тело трупа разложится. Слабо, средне или сильно. А то и вовсе полностью. Выглядит это потешно и одновременно с этим зловеще. Для каждой расы собран свой скелет. Ну, то есть, кошачий скелет. У хаджетов, змеиный варганиан, оручий у орков, эльфийский умеров и людские у людей. Вы точно не перепутаете. Мне очень нравится стиль игры скрытного иллюзиониста и некроманта-призывателя, когда у тебя враги воюют сами с собой, в том числе враги уже мертвые. Поэтому почти в каждом подземелье у меня есть свой гниющий сопровождающий. И смотрится это шикарно. Мод действительно достойный. Так, дальше мод RS Children Overhaul. Для тех, кто усыновляет детей. Или просто смотрит на них. Вы и сами знаете, что дефолтные дети выглядят по-уродски. Теперь это исправлено. Дети и правда стали больше похожи на людей, а не хреново обтесанные напельником пни. Что называется, почувствуйте разницу. А вот. Мод Skyrim Impressive Creatures. У этого мода есть аж две части. Я довольствуюсь первой. Добавляет на просторы Skyrim целый ворох. В основном лорных существ, а также настраивает вероятность встреч с ними через меню. Почти лорных потому, что тем же гоблинам, например, нечего делать в Skyrim, как и Реклингам. Они же на Салсхеме живут. Но нет, теперь те же гоблины будут кланами воевать друг с другом в случайных местах. Вампиры будут устраивать свои обряды и прочие шушвали будут встречаться то тут, то там. Но и добрых встречных тоже прибавится. Дороги станут патрулировать, дозорные стендары, охотники на оборотней. Я даже как-то встретил охотника на вампиров. Правда, не уверен, что это дело рук мода, но да не важно. Мод и правда интересный. Есть минус. Иногда способствует вылетам из-за того, что в одной точке резко спавнится множество существ. А так, очень хороший мод. Плагин Sleep Tide. Это социальный плагин. Когда NBC ложатся спать, они одеваются согласно настройкам. Либо в пижаму, либо спят голыми, либо рандом. Очень хорошее дополнение к общей картине, как по мне. Хотя особой смысловой нагрузки не несет. Ну и да, мод, о котором меня часто спрашивали. Souls Quick Menu. Он добавляет меню в стиль игры Dark Souls. Конечно, даже не близко такое же, но все равно удобное. Стоит привыкнуть к манипуляциям с ним, и тогда жизнь облегчится. На горячие клавиши можно забить смену предметов и их применение. В одном окне будут крики, в другом вещи, например, зелья. Два других — это две руки. Я, например, забил туда самые часто используемые заклинания, освободив таким образом циферблат для других комбинаций. Сами понимаете, когда у тебя больше полутысячи заклинаний, нужно много горячих клавиш. И желательно шесть рук для их применения. В общем, к меню надо привыкнуть, но если получится, оно станет удобным решением ваших проблем с боевым интерфейсом. Модификация Feminine Females делает походку женщин-воительниц, таких как та же Лидия, женской. Если кто не знает, по умолчанию она мужская. Я понимаю, доспехи и все такое, но... Нет, это же уродство. Теперь это уродство будет ликвидировано. Мод TCOV Improvement модифицирует интеллект NPC и их поведение на манер мода Impressive Citizens, только глобальнее. Теперь вполне можно встретить персонажей, путешествующих между городами, читающих книги и занимающихся прочими насущными делами, за которыми раньше их было застать невозможно. Больше всего меня удивила Удгард Несломленная, которая постоянно встречалась мне то тут, то там на просторах Скайрима и наоборот всех ломала, била морды противникам, обворовывала их, напяливала на себя трофеи, а потом возвращалась в Айтран бухать. Я был настолько ошарашен, что даже женился на ней. Далее интересный плагин Think to Yourself. Никогда не смущал тот факт, что персонаж думает в стиле «У вас не хватает маны» или «Вы не можете этого сделать». Понятное дело, это игра, но где же погружение? Теперь все аутентично, теперь персонаж думает «Я не могу этого сделать», «Я не могу поспать в этой кровати» и все в таком же духе. Так, дальше у меня стоит еще два расширения на интерфейс. Это UE Extensions и Extended UE. Один еще больше расширяет обычный интерфейс, второй – интерфейс созвездий, где древо перков. Обычно эти моды требуются для работы некоторых других модов. Они настолько давно у меня стоят, что я уже не помню, зачем конкретно они нужны, но если их выключить, другие моды не хотят запускаться. Думаю, вы разберетесь, что к чему, вы же умные. О, ну да, в этом весь я. Апокалипс, Мэджик оф Скайрим. Еще один мод на магию. Не переживайте, последний. Добавляет несколько очень убойных массовых заклинаний. Как говорится, теперь Гендальф жахнет. А, во, во, нашел! Мод Lord Game Fix. Его ставьте обязательно. Когда у вас нагромождение модов, то игра при загрузке может просто вылететь. Особенно, если некоторые моды были отключены. Чем дольше играете, тем больше на это шансов. Этот маленький DL-файл исправит этот баг. Крайне полезная вещь для любителей модов. Переоценить невозможно. Ну и последние два мода. На первый наткнулся недавно. Это Zim's Impressive Artifacts. Замечали, что великие артефакты по своей силе не такие уж и великие? Тот же лук Ауриэля. А ведь это эльфийский аспект бога времени, алло! А лук кусает слабее моего деревянного арбалета. Ну и многие другие артефакты, чья уникальность неоспорима, но на деле так себе. Многие даже собственные модели не имеют. Мод это исправит. Во-первых, усилены все артефакты. К примеру, вот Вабажек теперь имеет дофига случайных функций. Я постоянно превращаю врагов в сыр, в коров. Эффектов он теперь имеет реальную массу. Разрушитель заклятий теперь активирует щит мгновенно. И щит этот держит любые заклинания и не разбивается. На секунду, это Деидрический артефакт. А раньше его магический щит трескался от попадания по немолкенным шарам каким-нибудь затрипанным колдунишкой. Во-вторых, многие уникальные, но недооцененные артефакты также были изменены, включая модели. Тот же Тарч Кровожадности, к примеру. Также теперь стало уникальным оружием, которое дают ярлы. Даже если вы его уже получили и профукали, не переживайте, вы ничего не потеряли. В крайнем случае, есть же мод от Дайтон. В общем, не знаю, как я жил без этого мода. Мне даже пришлось снять со стен все барахло и таскать его с собой. Ведь теперь оно стало реально полезным. Ну и насчет стен. Последний мод, о нем тоже нередко спрашивали, это Дом, в котором я живу. Дом, в котором я живу, называется Дурь-Дум. Шутка, сам придумал. Этот дом называется Двемер Мейнер, или Монор. Короче, двемерское поместье. Причем есть вариации в старом стиле, а есть красивый чистый стиль со стильными, пардон за тавтологию, текстурами. Всех NPC я отсюда выгнал пинками, они мне здесь не нужны. Чем меня подкупил дом, кроме красоты и расположения? Бассейн маленький. Никогда не понимал бассейна в доме. Есть один автор, собственно, это он этот мод и сделал. Так вот, он буквально обожает бассейны. Он, видимо, их теандр, потому что в его огромных поместьях по несколько не просто бассейнов, а чуть ли не озер, судя по размерам. Ну нахрена они мне там нужны? Я что, водяной? А тут и с бассейном порядок, хотя он тоже есть и с размерами тоже порядок. Гигантомании не наблюдается. Есть все нужные станки. К сожалению, нет автоподгрузки ресурсов, как в некоторых модах. Есть шесть кроватей для детей, но самое главное это выставочный зал. И пусть он не очень большой, не рассчитан на все артефакты, но помимо масок, книг апокрифа и прочих доедриков, здесь можно выставить такие вещи, как боевой рукторуга, карту драконьих захоронений, тазовую кость пелаги и прочие ништяки. Я коллекционер, и такой подход греет мою душу. И не скажу, что дом понравится всем, но думаю, что многим. Вот теперь все. Разумеется, я не мог в рамках ролика рассказать о каждом моде подробно, но в общих чертах курс дела вас ввел. Надеюсь, теперь вопросы, какие сборки и моды я использую, перестанут поступать. Все моды, которые я использую, русифицированы и, что называется, лицензированы. Я беру их с сайта gamermods.ru. И, хотя они мне не платят за рекламу, я могу порекомендовать этот сайт. Сам там уже сто лет сижу, мне там уютно. Все перечисленные моды, ну или 95% из их числа, там есть. Ссылку я дам. На сборку из ЛМП также будет ссылка, как и на группу ее разработчика. На этом я с вами прощаюсь. Приятной игры. И да, я рад, что даже спустя столько лет интерес к Скайриму не угас. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok